Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и видео, которое будет посвящено парфюмам Серджа Лютенса. В моей коллекции почему-то я думала, что нет флаконов с Лютенсом, а оказалось, есть и даже очень много. Я не могу сказать, что это мой самый любимый бренд. Я почему-то всегда прохожу как-то мимо. Я его нюхаю, говорю, о, о нём много говорят. И потом ухожу. А потом вдруг оказалось, что у меня дофига ароматов с Ютенсом. Магия! Как это всё происходит, науке неизвестно. Как-то сами собой флаконы появляются в моём парфюмерном гардеробе. И я решила вам рассказать о всех Лютенсах, потому что у меня есть запечатанный флакон. Этот флакон, я даже не помню, в каком запале я его купила и где я его купила. Не помню. И вот он у меня стоял вместе с другими Лютенсами. И где-то в самом далеке моей парфюмерной полке. И я вдруг такая раз. А у меня-то, оказывается, тут дофига лютенца. Давайте я вам сейчас расскажу. И, ну, обо всех флаконах. И увидим, что в нём, может быть, есть такого странного. Чем он меня привлёк? Потому что я его достала, эти флаконы, но я их не перенюхивала. Сейчас будем вместе разбираться. Я думаю, вы мне поможете, если что. Потому что я знаю, что у Серджи Лютенца есть очень-очень много поклонников. Итак, начнём с первого аромата. И у меня здесь стоит вот этот. Я не буду произносить названия. Я их вам напишу, хорошо? В общем, это берлинская дева. Так её называют. 2013 год. Это роза. Видите, сколько я сносила? Почему я о нём забыла? Он у меня, видимо, очень много лет. Здесь очень такая роза, она мне немножко кислит. Поначалу мне очень нравилось. Я его, помню, взяла, вот, потому что здесь есть мёд. А у Лютенца очень много ароматов с мёдом. И вот я его носила, носила, а потом что-то перестало. Я помню, что у меня розы уже как-то такие тяжёлые не ношу. Я их уже давно. Почули, герань, пальма-роза. В общем, аромат, он красивый. Но я, наверное, уже, вот сколько вот я относила, и вот пусть он у меня ещё постоит. Я его не буду ни продавать, ничего с ним делать не буду. Может быть, я его смогу всё-таки до конца уже доразносить. Ну, что-то как-то сейчас ещё и лето, а здесь такая розочка немножко тяжёленькая. Наверное, всё-таки больше нет, чем да. Но его время придёт. Расскажите мне, есть ли у вас есть такие розы. Но у меня тут на столе лежат карты. Давайте-ка я сейчас посмотрю на картов по-быстренькому. Стоит ли мне носить этот аромат? Надо ли мне его? Вот такая. Готовю сама себе с вами вместе. Мне его кому-то надо отдать, наверное, вдвоём. Или вдвоём носить. Может быть, с мужем вдвоём или с сыном вдвоём. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас есть ароматы, которые вы носите на двоих. И что это за ароматы? Потому что я так думаю, наверное, мы с кем-то поделиться им нужно. Вот о чём речь идёт. Хорошо. Я поделюсь им. Почему-то у меня всё время выключается свет. Как ты мне надоел. Что происходит? Как только я достаю карты или начинаю заниматься какими-то своими делами, и я здесь очень много провожу стримов экстрасенсорных. И как только у меня всё это начинается, как только я достаю свои инструменты, у меня начинается со светом происходить какая-то фигня. Дальше. Идём. Так. Монашка её, по-моему, зовут. Да? Вот так вот он называется. Здесь такая жидкость. Она серого цвета. И здесь очень мало нот. Здесь есть жасмин. Он очень хорошо слышен. Ладан, мускус и цибетин. Вот тоже. Вроде сносила сколько. Но это тоже 2015 год. Я, наверное, его тогда и купила, и вот пользовалась, пользовалась. И вот он у меня стоит. Что я могу сказать об этом аромате? Я повелась, видимо, на ладан. Но здесь больше жасмина. Ладан выходит где-то в самом конце. Аромат, он такой минорный. Немножко минорный. Немножко тяжёлый. То есть он, я помню, он мне начал свербить как-то. Сейчас я вот как его понюхала, я сразу вспомнила, что он мне свербил. Какой-то ноткой, которая мне там не понравилась. Я думаю, что, скорее всего, это цибетин, который выдал такую животинку, что этот жасмин, он стал индольный, ещё больше. Жасмин сам по себе немножко индольный. А тут ещё и цибетина туда. И вот, наверное, я поэтому и прекратила с ним общаться. Ну, есть он у меня. Только посмотрю на этот парфюм. А вообще ведь есть в нём какая-то экстрасенсорность? Потому что ладан я вообще всегда брала, когда там духовные контакты проводила, всякие сеансы. Если я посмотрю, что есть там экстрасенсорика или нет. В общем, нет. Эта карта говорит, что ты его просто носи и всё, и не думай ни о какой экстрасенсорике. Он подчёркивает только какую-то индивидуальную характеристику человека. Может быть, это так оно и есть. Ну, я в карту верю. Так что монашку я пока отставлю. Куда бы тебя поставили, чтобы я потом не запуталась со своими ароматами. Вот то, что я уже вам рассказала, я их поставлю в другую сторону. Следующий аромат. У меня его уже нет. Он у меня закончился. И он даже не был во флаконе. Я сейчас со страшной силой хочу опять... Ну, он уже будет стоить столько, что... Ну, это нет уже. Это снятость, конечно. Это Туберос Криминель 99-го года. У меня был этот ливантик. Я даже помню, что когда я делала видео с ароматами с туберозой, у меня этот ливант ещё был. Тот я сносила. Ну, потрясающий тубероза. Если у кого есть какой-нибудь там маленький остаточек, ну, вспомните обо мне. Ладно, идти буду, пожалуйста. Так, Тубероз Криминель. Это были очень сильные такие специи. То есть там тубероза была специевая, с мускатным орехом, там, с гвоздикой, именно с пряностью. Там тоже был и мускус, и ваниль. И помню, что ванилька, она была слышна так неплохо. В общем, потрясающий тубероза. И потом у меня ещё был Шерги. Его я закончила во флаконе. Вот я начала вспоминать о всех таких. И так тоже был мёд. То есть, видимо, почему-то меня... По-моему, там был мёд. Нет. Вру. Там был Сандау, там был Ирис, Лабданум, Амбра, Мускус. Но нет, мёда там не было. Другой какой-то ещё аромат у меня есть с мёдом. Должен быть. Витивер. Боже мой, как мне нравится этот витивер. Я его задублила, я его нашла. И не в колокольце, а вот ещё в старом варианте. Не совсем старом, а в таком среднестаром. И я его очень люблю. Вот этот витивер я люблю. Его я иногда достаю. И иногда обрызгаюсь. Ну, здесь витивер, он с Сандаулом, с Лабданумом, с Гуаяковым деревом. Ну, естественно, Амбра. Но витивер тут не такой прям мужской. Это типичный унисекс. Мне он очень нравится. Люблю витивер. Вот этот. Я прям... У меня два аромата здесь есть. Любимые, любимые. Вот они у меня стояли, я ими пользовалась. А других я вообще забыла даже. Так что витиверчик, я тебя очень-очень люблю. Расскажите мне, если у вас тоже есть к витиверу от лютенца какая-то особая нежность. Сейчас я посмотрю, магический ли этот аромат или нет. Ну, в моём понимании магия. Нет, надо идти другим путём. Вот смотрите, насколько у лютенца такие ароматы, которые могут быть немножко в мистику, немножко в магию. Но всё равно, вот я по картам смотрю, это просто действительно не мой бренд. И мне эти ароматы не несут какого-то дополнительного допинга, если я должна заниматься какими-то магическими вещами. А есть такие ароматы, которые я на себя наношу, и у меня открываются моментально все каналы. Ну, вот, видимо, это моё. Дальше. Так, что ещё я могу вам показать? Вот это вот давайте возьму. Вот тоже. Не так уж прям много у меня здесь и осталось. Это сиротка, по-моему, называется. Четырнадцатый год. Здесь всего две ноты. Ладан и мускус. Всё. 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 Вот этот ладан мне нравился. Вот я вот его носила, этот ладанный аромат. Он такой белого, такого прозрачного цвета. Надо, наверное, мне к нему точно вернуться. Вот как-то прям вот этот ладан. У меня сейчас идёт ладанная история. Знаете, у нас кто занимается парфюмерией, у кого много разных парфюмов, иногда у нас такие запои. И вот у меня период такой. Я сейчас ищу разные ладанные ароматы. И я, скорее всего, вернусь к сиротке. Всё-таки я буду настаивать. Я хочу посмотреть, что мне вот этот аромат, как это не может пригодиться в моей экстрасенсорной работе. Да, он мне даст определённый вид энергии, который мне нужна будет. Ты видишь, что это ладан, значит, это медиумизм. Он меня сможет немножко подпитать. Хорошо. Так, значит, я тебя должна буду скоро закончить уже, наверное. Ещё один аромат, тот, который, ну, я люблю. Это всё. Это моя любовь. Это как туберос криминель, который, ну, всё, нету нигде не достать практически. Этот, слава богу, ещё существует тоже. Достаточно старичок. Это 93-й год. Он ещё раньше вышел, чем туберос криминель. И это амбре, амбре-султан. Вот, посмотрите, сколько осталось. Просто мало-мало-мало, потому что это амбра. Я очень люблю амбру. Здесь амбра, она такая бальзамическая, она спецевая, с ванилькой. Здесь есть мирт. Я, кстати, знаю, как пахнет мирт. Я пила настойку миртовую в Италии. У неё курсы проводила на Сардинии. Повезло просто. Заказали курсы на Сардинии. А там они очень любят мирт. У них там такая культура. Они ликёры делают из мирта. Там его очень много растёт. И вот я прям вот эти ягодки эти миртовые знаю, как пахнут. И я начала слышать вот этот мирт вот в аромате амбре-султана. Вообще просто это да. Ну-ка посмотрим. Я к тебе хорошо отношусь. А ты как ко мне относишься? Вот я тебя вот столько там уже целый флакон излила на себя практически. Как ты мне можешь помочь? Это вообще... Лиса, она сама по себе хитрющая такая. А у меня в этом аромате всегда случались какие-то очень странные встречи. На меня мужчины очень сильно обращали внимание в этом аромате. Это я помню. Я там столько комплиментов с ним ловила. Поэтому вот я вот столько уже и использовала. Потому что я очень часто им пользовалась. Очень хотелось бы как-то, чтобы внимание обращали. И это, кстати, уже хитрость была. Потому что как только начали говорить комплименты, и мне уже надо было как-то повлиять на какую-то ситуацию, я уже, как лиса, видимо, уже знала, на какой крючок человека посадить. На запах. Обалдеть. Да. Ну, правильно, правильно. Да, молодцы, Картр. Дальше. Есть у меня очень странный аромат. Я им не пользуюсь. Вот он у меня тоже где-то в углу стоял. И вот сейчас я на свет его вытащила. И думаю, вот интересное дело. А как мне тебя носить? Потому что у меня с ним вообще даже как-то не складывается. Это один единственный из небоскребов, который у меня есть. И который называется... В общем, даже он как-то без названия. По-моему, у него даже имя произносится или переводится как без названия. Мне так кажется. Это тоже аромат двух нот. Здесь бензоин и кумин. Пахнет специями, и мне пахнет табаком. Мне пахнет корицей. Мне пахнет сладкими пряностями. Очень сильными специями и кальяном. Как из двух нот можно было смешать вот такое варево, я не знаю. Я его взяла, видимо, под какие... Даже не помню, когда он у меня появился. Это вообще не такой уж он и старый. Это 18-й год. И, видимо, как только он появился, я его сразу схватила. Видимо, какое-то помутнение, рассудка у меня было. Я его взяла и всё. Носила, не носила, не помню, не знаю, потому что совершенно непрозрачный флакон. Я перестала любить непрозрачные флаконы. К сожалению, их делают очень много. Я понимаю, почему их делают. Их делают для того, чтобы жидкость не испортилась. Под напором солнечных лучей, например. Так и сохраняется гораздо дольше духи, чем в прозрачных флаконах. То же самое касается, кстати, и этих самых эфирных масел. И вот я даже не знаю, сколько там, но вообще так-то блутыхается, в общем, много. Я, наверное, его отдам в хорошие руки кому-нибудь, кто коллекционирует Сержа Лютенца. Так, у меня опять выключился свет. Чёрт побери! И теперь тот самый аромат. А, нет, кстати, я хочу на нём... Хочу посмотреть, что он мне может принести. У меня с ним дружбы как таковой нет. Что мне делать с этим флаконом? Карта, скажите, что мне делать с этим флаконом? Подари тому, кому нравится. Это звёзды, это хороший аромат. Звёзды вообще ещё показывают на то, что многим людям он нравится. То есть я могу осуществить чью-то мечту, потому что это ещё карта мечты. Ради Бога. Хорошо. А теперь давайте перейдём к аромату, тот, который у меня запакованный, который я даже не помню, где я его взяла. Это 2020 год. В общем, может быть, что он у меня с тех времён стоит. Ну, нет, наверное, вряд ли. Вряд ли он у меня 4 года будет стоять. Хотя кто его знает. Вот так вот он называется. Я вам написала всё, потому что я не знаю, как это произносить. Вот здесь, по-моему, мёд есть. Вот здесь, по-моему, есть мёд. Будем его вместе с вами открывать. Буду не будем, а буду. Думаю, уже пора. Сколько времени он у меня стоит? 100 миллилитров. Это очень мне много. Видимо, и здесь я тоже в каком-то одурманенном состоянии была. Здесь его спрей. Вот он. Сейчас я его буду вспоминать. Сейчас я прямо вместе с вами его раскрою. Это я уж помню, как это делать. Я помню, что здесь такая система. Хочешь сплейшем его наноси, хочешь так. Что здесь было с мёдом? Если я взяла, значит, что-то мне понравилось как-то очень-очень-очень-очень-очень. Да, всё, я вспомнила. Всё, я вспомнила этот аромат. Медовый. Да, он действительно очень хорош. Сейчас надо мне ноты найти. Здесь иланг-иланг должен быть. Ой, всё, да. Это то, что надо. Вот с этим я могу очень даже здорово подружиться. С мёдом с иланг-илангом, с жасмином. Мускус тут, конечно же, наверняка есть. Ой, красивый. Посмотрите, какая жидкость. Ну, я думаю, что... Я вот думаю, разносить меня сначала те все относить или уже с этого начать. А то опять я поставлю вот этого лютенца куда-нибудь на полку. Я опять про него забуду. Так что, скорее всего, я вот с ним буду дружить. А что ты мне можешь дать, друг ты мой? Вот какую ты мне энергию можешь дать? Когда мне тебя носить? Сейчас мы всё спросим. Собака, это вообще... Говорит, доверься. Доверься, и всё у тебя будет хорошо. Я буду тебе другом. Ну, если ты мне будешь другом, то я, наверное, начну себя носить. Хоть сейчас и лето. Я хочу как... Вот попробую тебя на жаре. Кто знает, а вдруг он на жаре? Вдруг раз как-то и поведёт себя очень хорошо. Вообще дружественный аромат. Значит, он не должен ни меня душить, никого. Вот начну его носить. Потом вам расскажу. Заходите в Телеграм. Я там обязательно оставлю какое-нибудь сообщение по поводу того, как я его разносила и как летом он слышится и что я сделала с остальными лютейнсами. Потому что как-то я даже не ожидала такого количества у меня в коллекции. И что у меня был Шергей. Ну, ладно. А я-то думала, что я не люблю этот бренд. Оказывается, он оно что. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь полноценных флаконов. Вот загадка. Магия и мистика сплошная. Всё. Всем пока. Хорошего всем лета. Субтитры сделал DimaTorzok